Безопасность новогодних праздников в центре внимания городской антитеррористической комиссии. Глава Самары Елена Лапушкина провела внеочередное расширенное заседание. Пока эпидобстановка не позволяет проводить массовые гуляния. Однако радовать горожан будут яркие новогодние площадки по всему городу. Для обеспечения безопасности на этих объектах важно межведомственное взаимодействие. Каждую площадку обследуют на предмет антитеррористической и пожарной безопасности. Установят металлодетекторы, системы освещения и видеоконтроля. На местах будут дежурить сотрудники полиции. Будет организовано патрулирование. Будут созданы резервы сотрудников органов внутренних дел в отделах полиции по районам обслуживания для реагирования на случай осложнения оперативной обстановки. Что делать с найденными неизвестными предметами, как действовать и куда звонить? В каждом гражданском ведомстве пройдет инструктаж безопасности. Причем коснется это не только образовательных, спортивных или культурных учреждений. В каждом районе собрать все управляющие компании, председатели ТСЖ, которые обслуживают и работают на территории того или иного района, пригласить, соответственно, и Росгвардию, и полицию, где бы под роспись провели инструктаж. Все городские службы будут находиться в повышенной готовности на случай возникновения нештатных ситуаций. В ближайшие дни перейдут на усиленный режим несения службы сотрудники силовых ведомств. К охране общественного порядка привлекут и народные дружины. Также на заседании подвели предварительные итоги работы за год. Террористических актов не допустили. Положение дел было стабильным и контролируемым. Сейчас, по оценкам силовых ведомств, безопасности граждан также ничего не угрожает. Обстановка в городе остается спокойной. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.